Никто не может исправить своих дел, не любя ближнего и не заботясь о его спасении. Собственная польза каждого соединена с пользой ближнего. У кого две одежды, тот дай неимущему. И у кого пища, делай тоже. Иоанн Предтеча 8 лет назад Евгений и Ольга Авдюковы стали родителями. На свет появился Ванечка. Он был здоров. После двух лет малыш стал часто температурить. И врачи решили, что у ребенка слабый иммунитет. Посоветовали свозить его на море. Тем более совсем скоро Ванечка должен был пойти в детский сад. На протяжении полгода мы температурили, сидели на больничном. Потом терапевт сказала, хватит ребенка печкать антибиотиками, везите его на море. Все. Мы, соответственно, взяли кредит, увезли его месяц на море. После Анапы мы приехали и начали сдавать анализы в садик. У нас пришла плохая кровь. То есть вот с этого момента началось обследование. И выяснилось, что у нас уже четвертая стадия нейробластомы с метастазами в костном мозге, в кости и лимфоузлах. Ваню начали лечить в Екатеринбургском онкоцентре, где провели 6 блоков химиотерапии, благодаря которым метастазы исчезли. Затем нужно было удалять опухоль. Операцию нам тут сделать не смогли. Мы ездили в Германию. Здесь не смогли, потому что она была в труднодоступном месте, вплеталась в позвонок. От 2 до 12 позвонка нашла опухоль с ней. Здесь такие операции не проводят. Мы ездили в Германию. Профессор Шванец нам убрал 98% опухоли. То есть 2% остаточной опухоли она была живая. И с ней ничего нельзя было сделать. Потом мы ездили на лучевую. Тоже в Германии проводили 2 месяца лучевую химиотерапию. В надежде на то, что вот эти 2% они тоже как бы убьются и опухоль не будет живой. Но лучевая нам тоже не помогла. Врачи нам сказали, что либо она вызрит в доброкачественную, как бы вот эти 2%, а с этим многие живут. Вот у нас так не получилось. 4 года Ване сделали трансплантацию костного мозга. Это сложная операция, во время которой химиотерапией полностью убивается костный мозг пациента. Вместе с пораженными тканями и клетками. Затем вводится здоровый костный мозг донора. На протяжении 3 месяцев Ваня находился в полностью стерильном помещении. Был изолирован от внешнего мира. С Божьей помощью, молитвами неравнодушных людей, сложнейшая операция прошла успешно. И Ванечка с мамой после долгих месяцев борьбы с болезнью, наконец смог вернуться домой, чтобы заниматься такими важными для него детскими делами. Ремиссия была полгода. Вот за эти полгода он ходил в садик, мы ездили по святым местам с ним. Все было хорошо. Он радуется, во-первых, тому, что он дома всегда. То, что он гуляет, то, что он с ребятками гуляет. Для него это очень вообще... Мы же два года был вообще, как бы он один. Нельзя было контактов никаких с детьми совершенно. А сейчас вот эти полгода для него остались радостными, в плане того, что он постоянно гулял. Он ходил в школу, он развивался, ему все это нравилось. Он общался, у него не было вот этих больниц. То есть мы приезжали раз в месяц только на обследование. Когда Ваню выписали из больницы, он, наконец, смог пойти в школу развития. Начал готовиться к первому классу. В больнице нужно было ездить несколько раз в месяц, чтобы сдавать кровь на анализ. Несколько месяцев все показатели были в норме. Болезнь находилась в ремиссии. Но спустя три месяца после трансплантации у Ванечки произошел рецидив. Болезнь вернулась. Особенность онкологических заболеваний в том, что рецидив болезни лечится в разы сложнее самого заболевания. А случай Вани осложняет еще и то, что российская медицина в борьбе с болезнью помочь ему не может. Мы сразу поехали в больницу, спросили наших врачей, что они могут сделать. Наши врачи сказали, что они могут поддерживающую химиотерапию поставить, но еще ни одному ребенку от этого легче не стало. Еще никто от этого не выживал. То есть необходима именно МБД-терапия, но она делается вот только в Лондоне. Так три года назад Ванюша начал лечиться в Англии. У доктора Захарулиса лечение ребенка оказалось сложнее и намного дольше по времени, чем ожидали родители. Дело в том, что с таким диагнозом вообще трудно давать какие-то прогнозы. Главное, что мы живем и мы видим, что ребенок, у него как бы общее самочувствие не страдает, он и бегает. И как бы, ну, видно, что ребенок может жить, если ему помочь, если его долечить. Во время операции в Германии врачи не смогли удалить 2% опухоли, которая остается в ножках мальчика. Все три года, что лечится ребенок в Лондоне, доктор Захарулис пытается справиться с этой опухоли, чтобы достигнуть, наконец, ремиссии заболевания. Мы прошли три блока МБДЖ, потом у нас было очень много блоков химиотерапии. Сейчас уже химиотерапию у нас, ну, как бы, чересчур тоже нельзя. Сейчас нам провели новый метод, который ранее не использовался в детской онкологии. МБДЖ терапия тоже радиоизотопами. Вот, сейчас ждем результат. После лечения радиоизотопами Ванечку на две недели отпустили домой, отдохнуть. К тому же, 1 ноября мальчику исполнится уже 8 лет. И ему, конечно, хотелось встретить этот праздник дома вместе с семьей. Но уже через несколько дней, после возвращения в Екатеринбург, мальчику стало хуже. Появились сильные боли в ногах. Ваня перестал ходить. Сейчас нужно скорее возвращаться в Лондон, чтобы понять, отчего появились такие сильные боли. Нас отпустили на 2 недели. Но дело в том, что заметно ухудшение. То есть мы не знаем, либо это лечение так помогло, либо это ухудшение. То есть нужно сейчас срочно выезжать туда, делать сканирование и смотреть, что происходит. А как вот ему хуже сейчас становилось? В чем это проявлялось? Проявляется температура, сразу же начинаются боли в ноге. Боли в ноге, боли в ноге снимаются током ора в орфу. Что-то сильно? Обезболивающее, да, током обезболивающего. На протяжении трех лет лечения Ванечки в Лондоне ему помогали несколько благотворительных фондов и тысячи людей со всех уголков России. В одиночку в Дюковом счет на лечение сына не оплатить. Сумма даже одного месяца лечения в десятки раз превышает размер зарплаты Ольги. На сегодняшний день у нас счет 5 миллионов рублей на наши деньги. Это 130 тысяч фунтов. Нам такие деньги вообще не ввести. Это долг. Сейчас Ваня лечит? Да. Это единственная клиника в мире, которая лечит долг. Пять лет своей жизни из восьми Ванечка проводит в больницах. Сколько курсов химиотерапии и лечения другими препаратами он прошел, уже просто не посчитать. О том, что бывают другие детки без серьезных заболеваний, ребенок пока не знает. Я не прививаю ему, что он болеет смертельной болезнью. Я ему объясняю, что все болеют. Я специально ему показываю, что мы Дане укольчики ставим, что Даня тоже болеет, что я болею, что все дети болеют, но все равно все выздоравливают. То есть он уверен, что он выздоровеет. Он даже не предполагает, что у него там какая-то вообще такая болезнь, что тяжелая. Сейчас в квартире Авдюковых много икон. Ольга воспитывалась в православной семье. Но, как сама признается, именно болезнь ребенка позволила в полной мере ощутить единение с Господом. Когда Ваня заболела, я пришла в церковь. Я упала на колени и молилась. Ко мне подошла бабушка и говорит, ты читаешь утренние и вечерние молитвы? Я говорю, нет. Я перед сном читаю, но как бы вот я вот с детства перед сном читаю молитвы и все. Она говорит, вот ты знаешь, вы просите у Бога, чтобы Он вам дал здоровье ребенку, еще что-то. Но ведь вы элементарно помолиться не можете. Попросите. Есть же очень много благодарственной молитвы за ту или иную помощь, которую ты просил у Господа. Мы вообще ездили, когда по святым местам, там вообще открывается полностью второе дыхание. Там хочется снова жить. Святые источники. Святые источники мы видели батюшку или с Хейгуменом, или с ним разговаривали, Ваня с ним разговаривал. Я верю, что все будет хорошо, что Господь нам поможет. Это просто новое испытание в нашей жизни, которое нужно пережить, набраться силы и идти дальше. Когда смотришь на Ванюшкину улыбку, невозможно не радоваться. Не благодарит Господа за то, что в нашем мире есть такие детки. За пять лет, что ребенок борется со своей болезнью, сотни людей, узнав о Ване, раскрыли свои сердца. Проявили неравнодушие к ребенку, попавшему в беду. Дорогие наши, сегодня Господь дает каждому из нас возможность поучаствовать в судьбе Ванечки Авдюкова. Благодаря молитвам и финансовой помощи малыш смог уже очень многое преодолеть. И сейчас, когда до победы остается совсем немного, особенно важно, чтобы мы объединились. И с Божьей помощью подарили Ванюшке возможность еще тысячи дней улыбаться своей потрясающей улыбкой. И, конечно, съесть еще много-много сладких тортов в честь своего дня рождения. Субтитры создавал DimaTorzok